Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в самый реалистичный симулятор паука, игру под названием Webbed. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Кстати, мы играли в демку когда-то давно, и вот она вышла, полноценная версия. Я её очень ждал, потому что игра офигенная. Начинаем новую игру! Разработчики хотели бы выказать уважение племенам Джаггера, Турбал и Губи-Губи, коренным обитателям земель, на которых создавалась игра Пау. Да, Webbed, видимо, по-русски Пау. Нажмите WSD для движения. Вот, кстати, друзья, это я. Я милый паук-скакун. У меня есть лапки, я могу делать вот так. Это просто безумно мило. Смотри, ну стой, давай пообщаемся, смотри. Ладно, также я могу пускать паутину летать на ней, разумеется. И я могу бегать. А ещё у меня есть лазеры из глаз. Я не знаю, почему у Паука есть лазеры из глаз, но это круто. А ещё я могу делать так. Ладно, что ты от меня хочешь? Да, давай. Ты куда-то меня ведёшь, да? Выпусти паутину, чтобы лазить. Это я умею. Этому я научился в прошлый раз. Так, я тоже могу летать. Смотри-ка. Ой. Я немного перестарался, похоже. Ага. Надо бы паутину плести. Давай попробуем. Вот так. Угу. Я понял. Спасибо, что обучила меня. Ты ж моя подруга, да? Я так понимаю, или жена, или девушка, или мама. Но всё равно ты тоже очень милая. Все пауки-скакуны очень милые. Так. Поднимаемся наверх. Куда ты убежала от меня? Привет. Ну чё? Давай. Немного пообщаемся. Кто забавнее и милее поднимает лапки? Что? Так. Что происходит? Страшно? Что происходит? Вау! Ну здорово! Ой-ой-ой-ой-ой. Беги-беги-беги-беги-беги. Давай бежать. Нужно стрелять лазером. Я понял. Я защищу тебя от гадкой вороны. Нет! Зачем же? От отпусти! Положи на место! Оно не твоё! Оно моё! Какой ужас! Итак, у меня забрали мою женушку. И теперь, походу, нам нужно будет её освободить. Грёбаная птица, я уничтожу тебя. Привет, подруга. Я всё видел, мне очень жаль. Привет, Моль. Ты ведь Моль. Или ты Матрёк? Эта огромная злющая птица уже долгие годы держит в страхе весь лес под небесным шалашом. Она столько моих родичей и съела. Но мне кажется, на твоего друга у неё другие планы. Шалашник коллекционирует синие камушки. А твой возлюбленный как раз ослепительно синие. Хм... А приходи-ка к моему старому гнезду. У меня есть идея. Хорошо, я сейчас приду. Ой, это твоё старое гнездо. Оно огромное. Этот моток шёлка выглядит не очень впечатляюще. Но когда-то он был моим домом. Муравьи пришли ко мне со смелой идеей превратить его в воздушный корабль для обороны от врагов. Звучит классно, надёжно. А ещё я не согласился. Но может быть, сейчас нам как раз и нужен такой смелый план. Если ты подсобишь им с постройкой корабля, то сможешь попасть в небесный шалаш и спасти своего парня. То есть я всё-таки играю за девушку, а это был мой парень. Ну, нормально, окей. Только тебе, конечно же, понадобится топливо. Я бы обратился за этим к навозным жукам с холма. Каждому путешественнику нужен проводник. Пчела вот как раз подойдёт. Лучше, чем пчёлы, небо никто не знает. Да, отличный план. Иди, мой дружочек, нельзя терять ни минуты. Найди друзей и спаси своего любимого. Итак, нам нужно найти муравьёв. И, опа, мир тут большой. Так, что тут? Ничего, непонятно пока. Попросить помощи у муравьёв, добыть топливо, подружиться с проводником. Хорошо, и первым делом я предлагаю отправиться к муравьям. Мы пытались в демке с ними пообщаться, но они нас к себе не хотели пускать почему-то. Я видел муравьёв! Наверху! Я не дотягиваюсь, там кто-то был. Я хочу туда. Так, а получится ли туда забраться? Блин, не достаю. Паутина не достаёт. Мне не за что зацепиться, офигеть. Ладно, посмотрим, что тут есть. Мы туда потом обязательно сползаем, сплаваем. А может быть, получится тут забраться? Так, наверх. Давай. Раскачаемся и... Опа! Наверху. Отлично. И... У-у-у! Привет! Муха! Здорово! Хищница! Перед тобой король мух! Твои клыки слишком малы, чтобы съесть меня! Если от моих родичей у тебя случится несварение, приходи на меня навестить. Посмотрим, что с этим можно сделать. А муха говорит, если я поем её сородичей, можно просить у неё помощи. А у меня есть лазер из глаз. А она уворачивается. А я могу делать так. А ты умеешь так делать? Тик-тик-тик. Что? Ты не съела ни одной мухи? Пожалуй, я был к тебе слишком строг. Иди с миром, паучок, и не поддавайся искушению. Ну, посмотрим. В зависимости от того, как мухи себя будут вести, так же и я буду относиться к ним. Если мухи не будут выпендриваться и будут дружелюбны ко мне, может быть, я не стану их есть. Так, ну а теперь спускаемся к муравьям. Здорово! Здравствуй, товарищ паучок! Я слышал, а у тебя есть задачка, с которой могут справиться муравьи. Мы бы с радостью помогли, но всё ещё разгребаем последствия недавнего набега огненных муравьёв. Если у тебя найдётся время, нашим работницам очень пригодилась бы твоя помощь. Поговори с товарищем Карл в отделе мехмур. Она скажет тебе, что делать. Да, отлично, нас пустили к муравьям отдел мехмур. Так, у них тут нифига себе тоже что-то... Это корни растут. У них тут настоящие технологии муравьиные. Интересно. Очень интересно. Ты пришла помочь с подъёмником. Его сломали во время вторжения. Мне не достать деталь, которая нужна, чтобы его починить. Если тебе удастся добраться до медной шестерёнки на другом конце камеры, мы сможем починить подъёмник. Без него нам отсюда не выбраться. Так, починить подъёмник с помощью медной шестерёнки. Знать бы, где её... Ой, там шипы наверху. Так, и мне кажется, эта штука... Да, она убивает меня. И как быть? Ага. Опасно. Но тут только один вариант. Блин, да забирайся наверх. Тут только один вариант. Проложить паутину вот так и пробежать. Я умею. Я паук, я научился. Что это за личинка? Я нашёл личинку. Только вот зачем? Давай наверх. Давай, паучок! Блин. Надо быть аккуратней всё-таки. Я чё-то слишком резко пытаюсь и дерзко играть. Ну, вроде бы залет... Вот шестерёнка. А как её дотащить к ним? А я смогу дотащить её? Давай, кати шестерёнку. А? Нет. Как её катить? Можно её зацепить паутиной. Я несу! Я принесу эту шестерёнку обязательно! Муравьишки! Я... Я хороший паук. Я паук-друг. Сосед! Да дружелюбный! Все дела! Вот она! Спасибо, товарищ! Я отнесу шестерёнку в главную шахту! Просто вставь её в коробку передач и всё заработает! Я пошёл! Я помню, куда это? Это в самом начале. Надеюсь, у меня получится. У меня нет технологического образования, но я постараюсь. Потому что я всего лишь паук и у меня лапки. Ей! Хорошо! Дальше чё? Нажимаем рычаг и подъёмник заработал! Прекрасно, друзья! Спускаемся ниже. Ещё одна личинка. Пригодится. Может быть, за них можно будет какие-то апгрейды покупать? Они были бы очень кстати. В войне с птицами. Вон так ещё мило эти рычаги переключает. Чак! Я паук! Блин, меня это продолжает умилять. Супер круто. Так, идём вниз. Аккуратно, главное. Здорово, муравьишка! Давай, общат! Стой! Здравствуй, товарищ! Тебя отправила сюда с поверхности, товарищ Марк! Отлично! Чтобы закончить мехмура, нам нужно поделать гору работы. Давай-ка посмотрим. Жвалы нужно обработать в кузнице. Но чтобы его включить, нам нужно сначала залатать трубы. Это нам понадобится для его подпитки. Осталось прикрепить ещё три ноги. Мы ждём доставки двух ног из инженерного отдела. Товарищ, чего ты ждёшь? За работу! Погоди, я падаю. Это и есть тот самый мехмур? Мега... Чё? Офигеть, они сделали механического муравья. Это круто, но погоди. Я уже выдал тебе целый список заданий. Что ты тут прохлаждаешься? Погоди, какие задания? Ой, голова кругом идёт. Прикрепить ноги мехмуру, подсоединить водопровод, подсоединить топливные трубы, обработать жвалы. Жесть, где я должен всё это делать? Как я должен это делать? А, подключить трубы. А можно их как-то тянуть? Так, что ты скажешь? Спасибо за помощь со сборкой. Я всё ещё проверяю список. Так, похоже, трубу нужно вставить вот сюда. Вот как-то... Я попробую, знаете, что сделать? Вот так. Не получилось, да? Так, убираем паутину и... Ну, по-любому она вставляется вот сюда. Но у меня не получается. А как подключить-то трубу-то эту? Я не знаю. Это сложно. Я ничего не знаю. Я всего лишь пауку, у меня лапки. Я не знаю, что от меня хотят. Пост приняла. Мы покажем этим огненным муравьям. Готовы к труду и обороне. Так, хорошо. И ещё раз. Давайте-ка подсоединить водопровод. Топливные трубы. Да как их подсоединить? Знать бы. Заднюю трубу тоже будет сложно, да, подключить? Я понял. Наверное, в другое место. Надо вот сюда подключать. Да? Может сюда? Я подключил? Это тоже похоже на место, которое можно подключать. Она не подключается. Может сюда? Не тянется. Ну, я тогда ума не приложу. Давай. Не знаю. Будем считать, что мы подключили. Ладно, давайте и в другие места сбегаем. О, рычаг какой-то. Я активировал что-то. Не знаю, что. Но что-то точно активировал. Так, давайте сбегаем вот в этот отдел, который... Эй, поднимайся, поднимайся! О, еще один рычаг, смотрите-ка. Активировали. Там наверху что-то есть. Да, тоже какое-то место. Давайте сбегаем. Смотрите, тут еще рычаг. Он отвечает за лифт. А что это за муравей? Это крайне запутанная локация. Это факт. Тут у нас кнопка. Блин, а нету карты такой, чтобы было видно, где я вообще нахожусь? А, ну более или менее видно. То есть... А что это за отдел? Прикольно. Можно заблудиться. Ладно. Сюда дороги пока нет. Тут, смотрите, какая-то труба. И можно, наверное, попробовать ее подключить. Но пока совершенно непонятно как. А если еще выше подняться? Тупик. Бесполезно, значит. Возвращаемся обратно. А вот, муравей. Можно с ним пообщаться. Блин, куда-то убежал. Ладно, я пойду сюда сбегаю. Что это за место? Кузница. Во, мне как раз нужно выковать жевалы. Но по-любому для этого нужны механизмы. Которых у меня сейчас пока нет. Я не хочу падать в огонь. Я слишком милый маленький муравишка. Ладно. Я подожду, пока приедет сюда платформа. И попытаюсь отпустить и не... Е! Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Живой. Я живой. А нафига вообще по платформам скакать? Если можно было на потолке. Пробраться по потолку. С помощью паутины. Ну я маленький глупый паучок. Вот они мои лапки. Это все, что я могу. Добрый день, товарищ! В трубах нет топлива. Подсоедини насосы, чтобы мы могли заняться термической обработкой. Отправляйся к трубопроводу. Может быть... А, наверное, это какие-то другие трубы были, которые нужно подключать. Не к роботу, а именно к... Ну, самые механизмы активировать как-то на заводе на этом. Получается так. А вот и кнопка. Смотрите-ка. Хм, короткий проход теперь есть. Это здорово. Но туда нам пока тоже не нужно. Попробуем поискать трубопровод. Он должен быть тут, раз чувак про него говорит мне. Шестеренка это тоже здорово, но я не знаю пока для чего она. Не буду брать. А вот куда ее нужно вставить. О, тут целая куча шестеренок. И как ее вставить? Это будет сложно. Это будет очень сложно. Хотя, возможно. Иди сюда. Поползли. Сперва вставим. Погоди, не сюда ее нужно вставлять. Сперва вставить. Блин, я запутался. Давай, тащи ее. Ладно. Я реально запутался и допустил ошибку. Зачем я сюда вообще тащил ее? Я не знаю. Когда мне нужно тащить ее вон туда? Так, убираем эту паутину. Ставим здесь лестницу. Буду называть это лестницей. И теперь нужно ее воткнуть. Хорошо. Погодь, шестеренка. Сейчас все сделаем. Она не тащится, да? Она застряла. Отпусти мою шестеренку. Отпусти мою шестеренку. Ладно. Переделаем. Стой. Ну, теперь это все получится. А что она зацепилась-то? Ну, пипец. Стоять. Не получается. Нужно, короче, выше ее ставить. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать. Тогда вариант у нас только один. Иди сюда. Стой тут. Главное, чтобы она не скатилась. Да? Отцепись ты от нее, паучок. Не надо к ней цепляться. Мы сделаем вот так. И как раз она встанет в место. В нужное. Есть! Ну, наконец-то. Все. Активировали. Лифт работает. И это не... Это бесполезно. Мне не нужен этот лифт был. Он мне для чего не нужен. Механизм пока передаточного механизма нет. Тоже нужно вставить шестеренку. Эту шестеренку я возьму в другом месте. Возьму ее тут. А что ты упал-то? Братишка-паук. Давай-ка не падай. Давай-ка не падай-ка. Да, блин. Я... Ну, до клавиши. Так, стоп. Все. Тихо. Что я творю? Правая кнопка мыши это то, что нам нужно. А не левая. Давай шестеренку потащили наверх. Не падай. А что она упала? Почему я упал? Отдай муравей шестеренку. Ты что? Зачем ты шестеренку-то берешь мою? И как мне теперь ее вытащить отсюда, братан муравей? Во, кое-как вытащил. Мне теперь наверх с ней подниматься. Я не знаю, как это сделать. Потому что, когда я дохожу до края, паук просто падает. Не нужно доходить до края. В этом была моя ошибка. Наверх ее затащить не получится. Придется тут все разрушать. Делать сложный механизм. Блин. Еее! Я с тысячного раза затащил наконец-таки эту шестеренку сюда. Это просто какое-то чудо. Теперь нужно мне эту шестеренку установить. И вот это будет действительно сложно. Потому что она, видите, как болтается. Еще и паутина растягивается. И как туда ее затолкать? Вообще, одному только богу известно. Давай-ка ее затащим вот сюда, паучара. Как ты смотришь на это? Получится у нас? Не получится. И как быть? Ну, кое-как я ее туда запихал. Наконец-таки. С тысячной попытки. Реально. Я в шоке. Но получилось. Получилось. С этими шестеренками действительно непросто. Итак. Мы разблокировали. Смотрите-ка. Еще одну платформу. И куда она едет? А главное, зачем? Она едет вправо. Значит, теперь у нас получится куда-то забраться. Выходит, что так. А если прикрепиться к ней? Получится ли проехать? Ага. Фиг там плавал. Конечно, не получится. Ну, тогда, муравьедович, я пошел направо. Посмотрим, куда будет везти эта платформа. Давай. Хотя сомневаюсь я, что она будет куда-то везти. Или должна все-таки? Куда-то вот наверх. Вот здесь она должна выходить, по идее. Да, вот и она. И для чего это нужно было? Я в недоумении. Я уже полностью запутался в этом мире. Куча платформ, которые я активировал. Но погнали. Вот, кстати, и водопровод. Отлично. Погнали подключать трубы. Надеюсь, тут будет понятнее. А то возишься с этими шестеренками. Возишься. Кое-как их подключаешь. А потом оказывается, что это бесполезно. Так, заправочная колонка налево одна. Топливный насос. Водяной насос. Насосная электростанция. Я так полагаю, нам нужно к топливному насосу. Но, похоже, там закрыто. Кто бы мог подумать. Ой, тут еще и шипы везде. Зачем муравьям шипы? Иге. Может, в электростанции можно эту дверь разблокировать? Опять шестеренка. Пресс. Большая шестеренка. И рычаг. Эге. Мне бы как-то сейчас активировать рычаг. Он даже не активируется. А как сделать так, чтобы рычаг активировался? Можно соединить паутиной. И в определенный момент оно сработает. То, что нужно. То, что нужно, друзья. То, что нужно. Ну, это прикольная головоломка с физикой. Вот это прикольная. В отличие от шестеренок, которые, блин. Чертовы шестеренки. Пустите меня уже наверх. Я хочу наверх. Вы меня не остановите. Я паучара. Ничего не знаю. Я наверху. Тут есть рычаги. Я буду их нажимать. Эть. Ага. Ну, все. А, тут опять проблема с этим, да? Угу. Нижний рычаг тоже нужно подключить. Иначе ничего не получится. Получится теперь? Ну, почти успел. Нужно, чтобы они в разное время срабатывали. Тогда будет смысл. Хотя, как это сделать? Да, это было оно. Ну, и теперь... Да ладно? Фу. В самый низ, серьезно. Вот так вот. Просто. Я не знал, что там скользко. Меня обманули. Ну, хорошо. Скатим шестеренку, а там будем смотреть. Надеюсь, получится еще раз проскочить. Потому что фиг его знает. Это чисто было лютое визит. Там паутина должна быть разной длины, чтобы все получилось нормально. Но у меня пока не получается рассчитать эту паутину и положение рычага и платформы для того, чтобы все срабатывало. Я тут. Давай. Опа. Ха-ха. Ну, в принципе, это легче, чем я мог подумать. Давай, шестеренка, катись. А я попробую. Попробовал и получилось. Здорово, личинка. Просто привет. Просто как дела? Ну. Здоров. Ай! Оползень становится опасным. Я пыталась починить электростанцию, чтобы запустить насосы. Но поскользнулась и упала. Можешь подать мне жвалу? Я не знаю, как она выглядит. У тебя же у самого есть жвалы. Подать жвало. Типа это подать уроку помощи, имеется в виду? Ну, я попробую тебя, знаешь, что прикрепить. Давай, поднимайся. Я на паутине тебя подниму. Попробуешь вытащить меня из этой ямы? Да я бы попробовал. Но ты не тащишься. Так, хорошо. Я сперва шестеренку вытащу, окей? А потом мы с тобой будем разбираться. Хотя есть другой вариант. Можно поп... Уи-и-и! Ха! Почти получилось прикольно. Давай, поднимайся. Ладно, сейчас помогу тебе. Муравьишка, сейчас помогу. Так, и... Поднимайся. Ну давай, чё ж ты встал к стене? Ты ж хотел, чтобы я тебя выпустил. Давай, давай. Сейчас мы тебя вытащим оттуда. Давай, братишка муравей. Сейчас всё будет. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Напрягись немного. Давай. Поднимайся. Ты спас... Не падай. Не падай. Всё, ты спасён. Ну куда же ты? Ты ж спасён. Спасибо тебе за помощь. Ты настоящий друг. Осталось только придумать, как починить этот редуктор. Сейчас починим. Сейчас я тут шестеренку уже притащил. Сейчас будем чинить редуктор. Не, подожди. Шестеренку цеплять не нужно. Мне нужно просто зацепить камень. И вот так. Блин. Жиза. Шиза. Итак, я вытащил муравья снова и поднял шестеренку. Но это был пипец. Мем смешной, ситуация страшная, как говорится. Так, ну теперь вот самое сложное, эту шестеренку туда воткнуть. Её нужно вот так раскачивать. И после раскачки получается её втыкать. Вот сейчас недостаточно этой раскачки. С первого раза, конечно, это не выйдет. Хотя можно попробовать сделать вот так. Типа её притянуть просто. Но она не притянется, скорее всего. Ну, кудак. Вот туда не нужно. Давай, погоди. Вот туда. Сколько нужно паутины? Маловато. Нужно больше паутины. Хотя, в принципе, постепенно она поднимается. Давай, чуть-чуть осталось. Есть, заработало. Ну, такой вариант тоже подходит. Он даже гораздо более простой. Спасибо тебе за помощь. Ты настоящий друг. Ну всё, я починил редуктор. Тут всё сделал. И получается, нужно отсюда вылазить. Потому что ловить тут больше нечего. Я опять не знаю, что это даёт шестеренка. Но главное, что мы всё починили, всё работает. И можно уходить отсюда. Электричество, значит, есть. И дверь может быть открыта. Да, дверь открылась. Класс. Давай. Ну, и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, игра вам понравилась. Я тут, конечно, немного потупил. Но что поделать? Очень сложно, очень непонятно. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. Я паук. Имейте ввиду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...